Глядя на эту маленькую женщину, удивляешься ее силе духа и остроте ума. Вера Семеновна до войны жила в Бресте. Отсюда ушла на фронт 22 июня 41-го и дошла до Берлина. Всю войну она проработала во фронтовых госпиталях медицинской сестрой. За плечами не только тяжелые довоенные фронтовые годы, два ранения и контузия, но и три десятилетия добросовестной работы в Брестском областном кожно-венерологическом диспансере. Судьба не сильно баловала нашу героиню. В четыре года она осталась круглой сиротой, а первый муж Веры Семеновны погиб во время землетрясения в Ашхабаде. Вернувшись в Брест и Средней Азии, ей все пришлось начинать заново. Но фронтовая медсестра не любит жаловаться. Мы старое поколение создали платформу для того, чтобы держала наша молодежь, чтобы они умножали достояние, которое мы, старшее поколение, создали. 16 сентября Вера Семеновна Проневич отметит 97-й день рождения. Своих детей у нее нет, но дом ее редко бывает пустым. Ее любят и уважают соседи и двоюродные племянницы. Частый гость в доме и председатель Совета ветеранов Ленинского района города Бреста Валентина Карпук. Она просто для меня самый близкий человек. Я по каждому вопросу могу с ней поговорить. И она мне посоветует. Очень благодарна директору газоаппарата, который принял, который мне преподнесли такой ценный подарок, который у меня нет слов выразить благодарность всем людям, которые так позаботились со мной. Вот и сегодня повод для визита приятный. Откликнувшись на инициативу ветеранской организации, Брестский завод газовой аппаратуры подарил и установил Вере Семеновне новенькую газовую плиту. Расстроганная женщина не скрывает слез. Скромная по натуре, она не привыкла к такому вниманию. Таких фронтовиков, которые участвовали в боевых действиях на территории Ленинского района проживает всего лишь 82 человека на сегодняшний день. Их уже настолько мало. И, конечно, наш долг, просто человеческий долг, быть с ними рядом, знать их нужды, помогать им. Мы на это нацеливаем и трудовые коллективы, и наши активы. С каждым годом фронтовиков становится все меньше. Поэтому важной задачей была и остается поддержка тех, кто рисковал свою жизнью не ради орденов и медалей. Слово «мир» для прошедших войну всегда имеет особый смысл. Чтобы только мир был, чтобы вы все еще молодые дожили до моих лет. В мире, в дружбе, в счастье, в здоровье, чтобы было и мир. Это самое основное, то, что человеку нужна острая приложиться. Если он честный человек, он будет трудиться честно, то это все в его руках. И главное еще обеспечить достойный уход им и на их примере, их жизни, их подвига, их мышления, их мировоззрения. Молодежь воспитывать. Вот такая наша задача. Вера Семеновна рада, что ее не забывают, помогают и морально, и материально. А еще она мечтает отметить столетний юбилей в кругу своих близких и любимых людей. Ирина Альшова, Андрей Щербант, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.